Тингер – это вездеход российского производства. Модельный ряд состоит из колесных и гусеничных вариантов. Один Тингер выполняет функции квадроцикла, болотохода, снегохода, трактора и лодки. За счет уникальной разработки ходовой создается минимальное удельное давление на грунт, поэтому Тингер уверенно чувствует себя даже на самом жестком бездорожье. Мощный двигатель работает в сочетании с бесступенчатым вариатором. Управление простейшим, мотоциклетного типа. Вездеход собран на стальной раме, корпус источного пластика низкого давления. Тингер – это отличный агрегат для охоты и рыбалки. Хочешь выиграть рыбалку мечты вместе с Тингером? Производитель проводит акцию. Зарегистрируйся по ссылке в описании. Друзья мои, приветствую вас. А сегодня мы с вами будем разговаривать о патронах, а точнее о калибрах патронов. Но я думаю, что все уже привыкли, что есть патроны нарезные 7,62. Но долгое время никто не мог привыкнуть к тому, что их целых 6. Это 7,62 на 25, это патрон для пистолета ТТ. Это 7,62 на 39, 7,62 на 51. 7,62 на 54, 30,06 и 300 винмаг. Если я что-то упустил, друзья, подпишите это в комментариях. Но также, друзья, с гладкими патронами тоже все непросто. Есть 12 на 70, есть патрон 12 на 76, это уже магнум. Смотрите, они отличаются, когда они развернутся, у них будет разница в 6 миллиметров. И есть, друзья, патроны Супер Магнум 12 на 89. То есть, вот такие вот они все разные. Изначально все гладкоствольные ружья делаются под боеприпас вот этот 12 на 70. И часто люди приходят вот в магазин, ну, допустим, с ружьем ИЖ-27, да. У него написано в документах патронник 12 на 70, да. Ну, калибр 12 на 70. И, по идее, продавец не имеет права продать ему боеприпас 12 на 76, и тем более 12 на 89. Так, давайте же, друзья, сегодня проверим, что будет, если мы стрельнем из ружья с патронником по 70 миллиметров. Патронами 76, это Магнум, и 89, это Супер Магнум. Для эксперимента мы возьмем наше ружье ТОС 7801, которое у нас уже испорчено, и отремонтировать его шансов нет. Но оно еще принесет немало пользы для всей нашей общественности. Вот. Ну, а для начала мы, друзья, что сделаем? Разберем это ружье и попробуем вставить в патронник 76-й патрон и 89-й. Влезут ли они вообще в принципе в патронник? Но я почему-то думаю, что вот и Магнум еще влезет, а Супер Магнум уже не влезет. Будет интересно, когда Супер Магнум влезет, будет, когда Магнум влезет, будет раскрываться, что будет. Будет ли превышение давления, либо еще что-то. Будет ли он вообще их переваривать? Может быть, какой-то разрыв получится. Наша задача, друзья, это и проверить. Но, честно говоря, я боюсь в руках это все делать, поэтому мы как-нибудь деревьям привяжем наше ружье и за веревочку будем дергать. Ну, и камеру так поставим, чтобы все было видно. Ну, а для начала, друзья, давайте мы сейчас с вами разберем ружье и посмотрим, влазят ли туда патроны или же не влазят. ТОС-78 это не самое простое ружье для разборки. И на морозе, честно говоря, мне не сильно ход его разбирать. Смотрите, беру патрон 76 миллиметров, просто вставляю в патронник. Видите, не видите. В общем, вижу, видите, шляпку. Зашел полностью. То есть, в принципе, с тем, что он влезет нет, проблем не образалось. Может образоваться проблема только, когда будет происходить выстрел. Посмотрим, проблема это или нет. Можно ли все-таки стрелять? Ну, это как бы, это не то, что мы сейчас делаем этот эксперимент, и всем надо будет идти и брать эти патроны и стрелять. Нет, друзья. Но это может быть случай, что вы идете на охоте, патроны у вас закончились, вам товарищ идет, даже не думая, дает боеприпас, и вы стреляете, у вас проблема. То есть, опасаться этого или нет, или быть все-таки внимательным. Берем патрон 89, на нем прямо написано 1289. По-моему, вы должны сейчас видеть. 1289, да, видите. Друзья, он тоже залез. Он залез в патронник, видите, все на месте. Значит, будем проверять, если он залазит. Это кошмарный будет бабах. Все, закрылось, затвор закрылся, все нормально. Это кошмар какой-то. А, ну не перезаряд у нас будет, это точно. Потому что, ну, тупо, вот смотрите, он не влазит, он не выкинется, патрон останется там. Но мы с вами проверим, опасно ли это, разорвет ли что-нибудь. Вот мне прямо интересно. Ружье мы закрепили, в принципе, должно быть нормально. Для начала мы стрельнем обычными патронами, под которые это ружье рассчитано. Это 70 миллиметров. Спрятался, вроде бы все нормально. Ну, в общем, что, выстрел. Раз, два, три. Ну, вроде бы не страшно. Ну, сейчас у нас нет задачи перезаряда добиться. Тут еще ветки все везде. Ну, давайте, второй выстрел. Что, тут перезаряд? Нет. Ну, кто бы сомневался. Я думаю, мы вообще зря затеяли эту стрельбу. В смысле, патронами вот этими. Что мы хотели кому доказать? Ну, это вот тот самый пример, когда говорят, что инерционное ружье, когда ты упираешь, оно типа не стреляет. Здесь у нас типа полуинерционное. То есть, ну, газы толкают на поршень. Поршень толкает затвор. И все, и там везде вот эти пружины. Сразу поршень там идет обратно. А затвор уже идет по своей пружине обратно. То есть, такая полуинерционная схема. Давайте еще раз стрельнем. Жень, та снимает, не села? Да. Ну, давайте, третий раз стреляем. Ну, не страшно. Перезаряд? Не, не хочет вылазить. Я думаю, друзья, будем по одному патрону закладывать. Вот, видите, вот. Так. 76 миллиметров, вы сейчас должны видеть. То есть, это магнум. Так. Все. Зарядили. Что сейчас будет? Оператор на безопасном расстоянии. Стреляем патроном магнум. Ну, выстрел произошел. Похлопок маленько погромче, да? Перезаряда по-прежнему, как бы, не было и нет. Гильза там развернулась, и она обратно уже не влазит. То есть, я не могу ее дослать. Вот, видите, она мнется там. То есть, я ее выковырил. Давайте еще разок попробуем, да? Магнум. Все, патрон в патроннике. Все на безопасное расстояние. Внимание, выстрел. Не, ничего страшного, да? Стреляет, стреляет себе. Так, ну, давайте. Честно говоря, мне надоело их оттуда выковыривать. Поэтому давайте перейдем, собственно, к эксперименту сложному. Вот это вот 89 миллиметров. Это просто вот зверюга. Для понимания, вот магнум уже развернутый. То есть, он по длине, как магнум. Он по длине уже 76 миллиметров. Вот магнум свернутый. Вот. Ну, досылался он. Давайте попробуем. Я засовывал, все закрывалось. Почему тогда гильза не закрывается? Непонятно. Ну, давайте. Видите, закрылось, все хорошо. Ну, сейчас вот точно надо всем прятаться. Так что, друзья, вы тому экрану, закройте свои глаза, чтобы, не дай бог, ничего в них это не прилетело. Что я порекомендую оператору сделать? Ну, у оператора тогда там, на самом деле, щит такой стальной. Он полностью закрыт. Я закрыт за деревьями. По принципу, я не вижу оружие. Оно меня тоже не видит. Ну, давайте. Барабанная дробь. Магнум. Супер Магнум. Ну, что сказать, друзья. Оно стреляет. В общем, друзья. Мне кажется, теперь мне надо с рук это все стрельнуть. Да, иначе смысл. Вот так вот мы проверили. Вроде бы все работает. Реально. А если вы на охоте и стрельнули, какова будет отдача действовать на вас? Поэтому сейчас мы эту всю конструкцию разбираем. Я стреляю также Магнумом разок и Супер Магнумом разок. Ну, надеюсь, что следующее видео я тоже смогу снять. Смотрите, вот они, три гильзы. Вот эта стандартная. То есть, обычная гильза 70 мм. Вот эта 76. Смотрите. Как бы тоже все нормально. Но вот только единственное, что при выходе из патронника, ну, как-то там уже так идет там конус. И вот часть вот этой гильзы уже вышла на этот конус. И пыжом, видимо, продавила. Видите, продавленники такие. Видите, или нет, я не знаю. Короче, дырки. Вот именно в звездах. То есть, если вот эта абсолютно ровная, ее можно снова вобрать и переснаряжать. Хотя это уже у нее, вот там и второй цикл, так как это мой самокрут. Это уже пойдет на выкид. То есть, она второй раз уже не пойдет. А вот, друзья, смотрите. 89. И вот если видно, что прям конусом она. То есть, она весь конус полностью приняла. Еще мы ее оттуда ели вытащили. Нам пришлось там разобрать полностью все ружье. Вытащить ОСМ, вытащить ствол. Пытались мы с казенной части отверткой выковырять. В итоге, вот видите, как мы там расковыряли. И в итоге вытащили только веткой с обратной стороны. Там протолкали. И во время этого, ну, маленечко прорвали, скажем так, эту гильзу. Либо она лопнула при выстреле. Хотя, мне кажется, там и веткой порвали, скорее всего. Вот. Ну, отсюда делают, друзья, вот вывод. То, что стрелять вообще вот Супер Магнумом, нафиг бы он был нужен. Ну, представьте, 56 грамм дроби вот в этом снаряде. Ну, куда полста это лететь? Вот. Ну, я думаю, знаете что? Супер Магнумом нафиг надо в принципе стрелять. Я даже же выкину. А Магнумом, если вдруг приспичит, то можно. Ну, давайте сейчас проверим. Стреляет ли наше ружье сейчас в принципе. Там, три раза застрельну обычными, да, патронами. И потом хотя бы один раз вот Магнумом. Ну, они не переснаряжают. Хотя, может, на руках и переснарядят. Но Супер Магнум я не хочу брать в руки. Вы, конечно, меня простите. Еле разобрали его. Думали, что что-то согнуло. Но пока вроде бы вот там вот визуальный осмотр нам не показал каких-то дефектов. Поэтому давайте сейчас попробуем. Я сейчас с МР-ки стрельну на Супер Магнуму. Там она у меня под Магнум сделана. Может быть, на Супер Магнуме нормально сработает. Ну, давайте три раза стреляем в ту сторону. Там никого нет, все безопасно. Ружье перезаряжает. То есть, все нормально. Вот видите, полуинерционного типа она. Хоть и газоотвод есть, но инерционные системы. Тут как бы суть в том, что смотрите, вот этот поршень, у него своя пружина. Вот газы зайдут, он отталкивает чуть-чуть, подталкивает поршень, затвор и сам идет обратно. Дальше затвор идет обратно, экстракция, переснаряд. И здесь уже пружина, как у Бинелли, у всех она вот здесь стоит. Те же самые проблемы, их надо мыть и так далее. Но суть не в этом. Сейчас давайте стрельну я вот Магнумом. Тоже три патрона заряжу. Я не знаю, будет перезаряд или нет. Наверное, не совсем удобно тогда нахоть нажимать. Или привыкаешь, да? Ну, давайте, три раза опять же туда стреляю. Ох, чувствуется отдача. Мне перезаряд. Поддача прям сильнее. Мне перезаряд. Ну и третий, я знаю, что будет. Сейчас я Супер Магнум распальнем, будем? Нахрен надо, вытаскивайте потом. Ну ладно, друзья. Вот такой у нас вышел эксперимент. То есть, Магнумом из 70-го патронника все-таки, наверное, стрелять можно. Но только если в этом смысл, друзья, вам надо также проверить накучность, на резкость. А надо ли оно? Ну, заряжайте 36 грамм в обычную 70-ую гильзу. Порох Драга это позволяет. Я так стреляю 36 грамм. Навески куда еще больше? Ну, отдача уже там тяжелая. Ну, по Зайцу я бы еще стрелял бы вот Магнумом, да, даже с вот этого ружья. Допустим, по уткам 50 там выстрелов за утро я бы уже не стал стрелять. У меня бы там голова там разболелась и плечо бы разболелось. А представьте, если стрелять еще с переломки. Да зачем это надо, друзья? Отсюда просто вывод. Применяйте те патроны, которые созданы для вашего оружия. А лучше отбирайте их сами, если это, ну, если их вот хотите, если вам это интересно. Но если нет, то можно также и в магазине взять. Но надо вот выбрать именно свой патрон. Вот. Но если кто-то вам даст на охоте патрон, вот вообще я не рекомендую брать чита патрона. Кто знает, кто туда что там насыпал. Ну, если это не ваш вот близкий там товарищ, да, только в том случае. Если кто-то дает, там лучше откажитесь. Ну, все, друзья, на этом я считаю, что стоит закончить. Поставьте лайк, если было интересно. Если хотите провести какие-то такие экстремальные опыты. У нас ружье для этого еще есть. Мы его скоро уже будем сдавать. Поэтому торопитесь. Пишите в комментариях. Также ставьте лайк. Как уже говорил, подписывайтесь. Если еще не подписаны, переходите в группу ВКонтакте. Тоже подписывайтесь в Инстаграме. Тоже не забывайте подписываться. Там иногда бывает инсайдерская информация. То есть вы можете там заранее узнать, что будет на следующей неделе. Ну, все, друзья, от меня вам огромной удачи. И пока.